Зинаида Ивановна Игрунина родилась в 1924 году в Саратовской области. После окончания фельдшерской акушерской школы в 1943-м ее призвали в Красную армию на должность фельдшера медицинской службы. Боевое крещение она приняла в сражениях на Курской дуге. За участие в Великой Отечественной войне Зинаида Ивановна награждена медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией и другими. В год 75-летия победы ей присвоено почетное звание заслуженный ветеран Нижегородской области. Она действительно достойна уважения, достойна примера. После войны в 1947 году прибыли в войсковую часть 32-74 и там продолжили службу. Вот в фельдшерской, по медицинской линии работали аккуратно, работали профессионально, с душой. Зинаида Ивановна прослужила 23 года в должности начальника аптеки, врача-хирурга воинской части 32-74. Ее ценили руководители, а больные относились с доверием и уважением. Вы одна из первых людей, которые стояли на истоках развития как ветеранского движения, как зарождения дивизии и медицинской службы. Очень приятно. Просто прекрасный человек. И можно сказать, что в год памяти и славы, в 75-е со дня победы, награда, так сказать, со стороны администрации, губернатора, нашла в лице вас своего героя. Много труда и энергии Зинаида Ивановна вложила в свое дело. Но и на пенсии она не осталась в стороне, активно участвовала в деятельности ветеранской организации, занималась патриотическим воспитанием школьников. И сейчас она продолжает думать о своем родном городе и людях, которые в нем живут. Нас осталось мало. Нас пересчитать можно на пальчиках почти. Здоровья и вам, чтобы все было хорошо. Любите родину, берегите всех, своих близких. Помогайте словом, делом. Зинаида Игрунина воспитала троих детей, восемь внуков. Помогает и словом, и делом своим девятерым правнукам, для которых остается примером для подражания. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.